Безопасность – вот цель, которую преследуют новые изменения в правилах дорожного движения. Начиная с 18 марта, каждый водитель обязан возить в машине особый жилет. Как он должен выглядеть и все ли в курсе поправок? Чтобы это выяснить, мы отправились на улицу Иркутска и сняли новый выпуск рубрики «Автохам». 5 сантиметров, установленная законом, ширина свето-возвращающей полосы на жилетке российского водителя. Сам предмет одежды уже три дня, как обязательный аксессуар в любой машине. Иркутянин Алексей Шабанов все документы детально изучил. Жилет приобрел. Это изменение к закону, прежде всего, направлено на безопасность водителя в ночное время суток. Если водитель беспокоится о собственной безопасности, то, соответственно, он приобретет жилет. Тем более, он не так дорого стоит. От 170 рублей при заказе через интернет до 400 в магазинах. Таков выбор для водителей в Иркутской области. Отследить спрос невозможно, но уже понятно. Не все предложения соответствуют ГОСТу. Требуется минимум четыре свето-возвращающих полосы. Две на торсе и по одной через каждое плечо. Будь такая жилетка на тех, кто на трассе выходит из машины в темноту, аварий наверняка было бы в разы меньше. В нашем регионе статистику о подобных ДТП пока только оформляют. В России же за прошлый год 67 человек погибло, 347 было ранено. Только потому, что их вовремя не заметили. Причем не только ночью, даже днем, при плохой видимости. На улицах Иркутска нам не удалось найти водителя с жилетом. Автовладельцы разделились на тех, кто в курсе новшеств закона и тех, кто ничего про это не слышал. В данный момент у меня нет жилета, но обязательно куплю. Нету. А собираетесь приобретать? Ну, наверное, если надо, то приобрету. Собираюсь покупать. Все, больше нечего добавить. Ну, наверное, надо, раз кто-то придумал это, что сделаешь. Проверять наличие жилетов в региональном ГИБДД не собираются. Незаметных на трассе, конечно же, можно отнести к автохамам. Но ответственность за это наступает только в особых случаях. Сотрудники госавтоинспекции при работе на линии штрафовать водителей за отсутствие светоотражающих жилетов не будут. Так как эта норма применима только в том случае, если водитель на неосвещенной территории, вне населенного пункта, покинул транспортное средство. Тогда он у нас является пешеходом. И тогда для него действуют правила дорожного движения как для пешеходов. То есть пешеход в ненаселенных пунктах на неосвещаемом участке дороги обязан при себе иметь светоотражающие элементы. Без них положен штраф в 500 рублей. Но хуже наказание – возможная авария. Избежать и того, и другого варианта просто. Стоит найти местечко в машине для нехитрой экипировки. И пусть она не пригодится. Лады Рыбакова, Владимир Пинаев. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова